МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игровые комнаты, музыкальные и компьютерные классы, спортивные залы и даже бассейн. О дошкольном учреждении, которое несколько лет ждал весь район, репортаж Алены Сыровой. Как говорил известный персонаж из детского мультфильма, мы строили, строили и, наконец, достроили. Буквально за год в новеньком столичном микрорайоне Лебяжи вырос не просто ясли сад, а настоящий замок для самых маленьких. Такое трехэтажное царство может вместить порядка 200 воспитанников в возрасте от двух до шести лет, а при необходимости примут больше. Очень большое количество молодых людей поселилось в микрорайоне, много детей, и, естественно, они смогут теперь спокойно быть в детском саду и обеспечены местами. Стараемся строить детские сады, которые полностью удовлетворяют всем нуждам ребенка. Он оснащен самым современным оборудованием. Сад возвели по последнему слову строительные моды. Основной упор сделали на экологичность и безопасность использованных материалов. К слову, все предметы от ковра до стола отечественного производства. Музыкальные и компьютерные классы, спортивный зал с тренажерами, универсальная комната. Здесь есть все необходимое для всестороннего развития ребенка. У нас существует универсальный зал. Это, в первую очередь, для работы педагога-психолога с подгруппой детей. Также он рассчитан на занятия для детей, которые не посещают детский сад. Они будут приходить на занятия с мамами вместе и будут получать квалифицированную помощь педагогов. Но название самого любимого помещения во всем детском саду у ребят определенно претендует бассейн. Здесь научат плавать даже тех, кто с водной стихией еще не знаком. И, конечно, поддержат стремление начинающих спортсменов. Все занятия будут проходить под пристальным наблюдением тренера, медицинского работника и камер видеонаблюдения. Бассейн – вообще сказка. Группы очень красивые, игрушки новые. Ну, все современно, все красиво. Мы рады. Помимо упора на здоровье и творчество, ребята освоят основы экономической грамоты. Совместно с Национальным банком Республики Беларусь были разработаны специальные программы, которые позволят ребятам узнать, откуда берутся деньги и кто такие Смит и Рикардо. Детям очень важно знать экономическую составляющую и вообще как с деньгами обращаться. Новый микрорайон и своеобразный резерв для строителей. Поэтому новый детский сад номер 28 – не первый и уж точно не последний социальный объект в Лебяжем. Уже до конца этого года планируется открытие аналогичного яслисада по улице Вестненко. А там, где начинается детство, побывали Алена Сырова и Валерий Науменко специально для столичных подробностей. Где найти инвестора и как реализовать оригинальные проекты собственного производства? Об этом сегодня говорили участники молодежной инновационной недели «Старт», который дали в Национальной библиотеке. В первый день масштабного мероприятия для начинающих разработчиков организовали круглый стол. А уже завтра между шестью командами начнется настоящее состязание за лучший инновационный проект. Интересные идеи представлены в области экологии, химии, энергетики и компьютерных технологий. Задача сегодня государства именно молодежь учить, замечать то разумное, то инновационное, что у них есть, и внедрять, и оказывать всяческое содействие в развитии молодежи. Потому что любое общество, любое государство без молодежи, без поддержки молодежи, в общем-то, наверное, несостоятельно. Суть работы заключается в создании отцепционного фильтра, с помощью которого будет очищаться вода, сточные воды от тяжелых металлов и от нефтепродуктов самих. От конкурса ждем само собой спонсорской поддержки и создания патента. В день здоровья минчане настроятся на спортивную волну. Секреты предстоящей ярмарки выставки 50+, которая стартует во Дворце искусств 17 декабря, сегодня раскрыли в столичной мэрии. Всю неделю для горожан элегантного возраста будут проводить мастер-классы и бесплатные консультации с нотариусами, юристами и психологами. А для тех, кто желает быть в тонусе, каждое утро будет начинаться с 15-минутной гимнастики, которую проведут именитые белорусские спортсмены. Порадуют и оригинальной культурной программой. В рамках ярмарки выставки организуют творческие встречи и поднимут праздничное настроение яркой концертной программой. Это мероприятие направлено на поддержание здорового образа жизни. Оно востребовано, потому что наши граждане пенсионного возраста уделяют большое внимание в настоящее время действительно своему здоровью. Активно включены в спортивную жизнь города. Во власти нот духового оркестра сегодня оказалась одна из остановок Минска. В преддверии 25-летия со дня образования Академии управления при президенте Республики Беларусь город сделал студентам и всему профессорскому составу оригинальный подарок. Пункт общественного транспорта улица Московская был торжественно переименован в Академию управления. В знак благодарности во время церемонии установки новой таблички студенты, прохожие и пассажиры устроили зрелищный флешмоб. Когда люди будут уходить, будет называться остановка Академия Кирования на Белорусской МОВИТ, на Русской Академии управления. Для нас это очень почетно. И мы это осознаем, и мы будем стараться, чтобы оправдать, безусловно, тот подарок, который сделало государство, сделал город нам в канун нашего юбилея. И новогодние новости от столичных подробностей. Мы продолжаем праздничный отчет. За 17 дней до наступления 2016 года яркими огнями засияли все новогодние красавицы города. Поднимать настроение и радовать глаз сверканием еле будут до 13 января. Вечернее время с момента включения ночного освещения до 11 часов вечера. А утром с 6.00 и до тех пор, пока не погаснут фонари. А вот в предпраздничные и праздничные дни иллюминацию включат ровно в 17.00. Впервые в этом году световыми мотивами заиграют улица Маяковского вдоль Лошадского парка и площадь у Комаровского рынка. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которая всегда рядом. Работала Наталья Михайлик. Всего доброго и до встречи.